После того, как мы дали название всем нашим леерам, мы можем их объединить в одну группу. Здесь есть такой иконка папочки. Мы нажимаем на нее, открывается папочка. Мы можем взять пока что все наши лица, все, что мы нарисовали для глаз, запихать в эту папочку, чтобы она нам не мешала, и закрыть замочком. Тогда мы будем дальше продолжать отдельно рисовать уже тело. Можем изначально открыть эту папочку и назвать ее, допустим, тело. А это у нас будет голова. И можем продолжать рисовать. По той же самой системе. Стараемся, чтобы формы были закрытыми. Продолжение следует... Тут всякие выступы обязательно нужно убрать, чтобы они нам не торчали, не мешали. Чтобы линия была более-менее равномерна у всех местах, чтобы не было таких всяких разных утолщений. Чтобы более-менее все выглядело красиво, каждый уголочек. Опять же, со временем у вас все это будет выходить на автомате. Сейчас пока что вам нужно еще несколько раз посмотреть на свой персонаж, когда вы его закончили. Теперь обратите внимание. Вот здесь вот у нас, допустим, наша пуговка получилась довольно толстой линией. А мы хотим ее сделать более-менее тонкой. Можем сделать, выбрать ее. У нас здесь сокращение. Модифай, шейп. Называется экспанд фил. Нажимаем на него. Вы можете опять же сделать ему сокращение, которое, как я учила вас на клавиатуре. И открывается такое окошко. Экспанд фил. Что оно делает? Оно или утолщает, или уменьшает, утончает саму линию. Мы можем выбрать, на какое количество пикселей мы хотим утолщить или уменьшить. Я в нашей ситуации хочу уменьшить. Соответственно, я нажимаю Inset. Inset – это значит уменьшить. Экспанд – это увеличить. Если я нажму Expand 1 пиксель, он у меня, видите, линия увеличится. А мы, наоборот, хотим сделать, чтобы линия была более тонкая. Нажимаем, и посмотрите, какие красивые у нас пуговки получаются. То есть, это тоже довольно хороший способ сделать линию так, как мы хотим. Смотрите, у меня не получается сделать, чтобы пуговки, допустим, были одинаковой ширины линии. Тогда я просто удаляю эту пуговку, выбираю эту, делаю ее Ctrl-D. Это мне копирует пуговку. Еще одну ставим. Я просто ее перетаскиваю. Так мы сделали пуговку. Поправляем все линии. Чтобы все было красивенько-прекрасивенько. И продолжаем дальше. Обычно руки мы делим на две части. Делим верхнюю часть руки и нижнюю часть руки. Соответственно, опять же, я делаю полную форму руки. До этого закрываем все лишние лееры. И у нас получается красивая опорная форма руки. И нижняя часть руки. Что же нам делать, если мы не видим у него рук? Пока что мы рисуем их так, потому что мы не знаем, как руки будут идти дальше. Они должны, видите, пересекаться. Теперь какая-то из рук должна сидеть сверху, а какая-то должна сидеть снизу, чтобы мы могли потом это двигать. Мы должны решить. Обычно нижнюю часть руки мы делаем закрытой полностью, чтобы она сидела как бы снизу. Снизу, когда мы двигали, да, если, допустим, потом убрать и двигать эту руку. Видите, чтобы не получилось такого наложения. А эту руку мы ее открываем. Делаем ее более-менее открытой, чтобы получилось, как будто выглядело, как будто у нас одна целая рука. Теперь опять же мы создаем одну форму и можем ее точно так же потом перекопировать. Хотя на самом деле я это не советую. То есть можно перекопировать и потом подправить, да, линии так, чтобы они шли. Но с другой стороны всегда выглядит интереснее и аккуратнее, чтобы у нас было, допустим, две руки не одинаковые. То есть все равно, чтобы была какая-то небольшая разница и симметрия в нашей работе. Потом изначально знайте, какую анимацию вы собираетесь делать. Допустим, если он двигает только руками, то не обязательно работать над ногами и прорисовывать их. Можно рисовать одним символом. Если же все-таки у вас человек должен ходить и двигаться и все такое, то нам нужно поделить его ноги опять же на несколько частей и сделать все как положено. Обычно бедра делаются отдельно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok